Fetch. Как получить данные? Используем JavaScript. Значит, мы сейчас находимся на странице интернет-магазина. И коротко, в чем задача? Мы находимся на общей странице электроники. И наша задача при помощи понятия как Fetch, выборка, которая существует в браузерном API, при помощи этой функции Fetch, наша задача получить какую-то из страниц, то бишь получить разметку этой страницы. А дальше уже, по сути, можно вытянуть любые данные из этой разметки. Значит, это общая страница. Предположим, что мы хотим скопировать ноутбуки. То есть, получить данные, находясь на этой странице, мы получим разметку страниц ноутбуки. То есть, я просто скопирую ссылку, копирую адрес ссылки, и мы сейчас начнем вводить все наши команды в консоль. Я увеличу, чтобы это было лучше видно. Все, забываем. Это электроника, это консоль. Значит, пишем Fetch. Что значит браузерная API? Это значит, что любой уважающий себя разработчик браузера обязан создать такую штуку, как выборка данных. Это специальный такой метод, который работает для синхронных загрузок и отправок запросов, получения ответов от клиента к серверу. Собственно, выборка. Вторая альтернатива, которая долго существовала и до сих пор работает, это объект XMLHT переквест. Но мы сейчас говорим об объекте Fetch. Значит, мы пишем Fetch. Вот у нас, собственно, обычная строка мы передаем. Это стандартный Get-запрос обычный. В таком виде уйдет с одним параметром, то есть, с одной строкой. И вот мы отправили на ноутбуки. Мы находимся в электронике. Но в ответ мы получаем такую штуку, как Promise. То есть, какой-то объект класса Promise. И если мы на него так в общих чертах посмотрим, то он имеет свой прототип. Да, Promise. Вот это так и есть. То есть, обещание некоторое. И есть состояние у этого Promise и результат. То есть, в принципе, мы вроде как бы сделали запрос, но никаких данных не видим. И мы очень хотим их получить. Если мы посмотрим на состояние FullField, то есть, вообще их существует всего три. Данное означает, что фетч выполнен. И мы смотрим, что результатом выполнения нашего фетча, нашей выборки является некий объект Response. То есть, мы можем подраскрыть. И очень удобно, что браузер Chrome нам позволяет это сделать, видеть все заранее. И здесь вся магия в том, что есть некий Buddy с тремя точечками. Это функциональное свойство, которое, собственно, вычисляемое. И у этого Buddy, собственно, есть... Собственно, там и будет находиться наш ответ. И нам нужно будет его как-то получить. То есть, вот в этом первая загвоздка. То есть, фетч возвращает Promise, возвращает обещание. И сейчас давайте немножко в такую теоретическую часть посмотрим. Значит, существует такая организация, как W... То есть, вот WG, да, стандарты. Их не так много. Но вот один из них, который нас интересует, это, собственно, выборка фетч за передачу данных. Второй, он тоже тут должен присутствовать. Да, вот он, XMLHT Perquest. Вот эти два объекта за передачу данных между клиентом и сервером. В данном случае мы выберем фетч. Окей, отлично. У фетча есть очень сложная структура, да. И вот один из них, это, собственно, класс Response, который вот он прописан. Это первый объект, который мы получаем, то есть, в качестве ответа. И нам этот ответ, по сути, нужно будет прочитать. И чтобы прочитать этот ответ, нам нужно использовать будет такой MixingBarry, да, который тоже есть в этом стандарте. И так как у нас простая строка, то мы распознаем тело ответа при помощи, ну, обычного метода текст. То есть, это, по сути, будет обычный текст, это обычная строка в виде HTML-разметки. То есть, зафиксировали в голове, да, что у нас вернулся Promise, но результатом Promise есть объект Response. Значит, теперь возвращаемся к Promise. Как отсюда нам достать этот Response? У Promise есть свой собственный метод then. То есть, следующий, 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 то есть, какие-то операции. То есть, мы всегда будем что-то делать. Нашими данными передавать. Значит, у этой же команды мы вызываем метод then. И сюда у нас здесь есть два варианта. Либо resolve, либо reject. То есть, либо мы идем дальше, либо мы выходим из нашего обещания. То есть, либо обещание выполняется, либо не выполняется. Мы будем передавать один параметр, а какие-то другие функции не рассматривать. То есть, если у нас на этапе получения данных будет какая-то ошибка, мы сейчас это не учитываем. Мы просто обычный get-запрос посылаем и считаем, что у нас все окей. Мы хотим получить разметку ноутбука в странице с ноутбуками. И здесь у нас получается функция. Мы в виде стрелочной запишем ее. Сейчас я чуть-чуть подприкрою, чтобы лучше было видно. Мы сюда, в этот then, уже передаем response. То есть, вот этот объект, результат выполнения промиса на первой вот этой части, был response объект. Мы его сюда передаем. И вот мы здесь с вами проговаривали, что есть, собственно, такой целый класс response. И сейчас мы в консоль можем вывести вот body, вот его тело ответа и посмотреть. То есть, что мы делаем? Мы пишем консоль. Да, вот у нас консоль log. И сюда мы наш response. То есть, передаем и смотрим, что из этого получится. И так как у нас fetch возвращает промис, а любой промис всегда в любом зене будет возвращать промис. Поэтому тут как ни крути, какую-то чистую строку мы из промиса никогда не получим. Обещание всегда возвращает обещание. Вот и все. Он так работает. Поэтому на этот промис мы не обращаем внимания. И смотрим на response, который мы вывели в консоль. И видим, что вот же он у нас с каким-то типом отправлен на наши ноутбуки, как мы хотели. Статус 200. Все окей. Эта страница там есть. И есть, соответственно, какой-то поток чтения, который мы можем, собственно, прочитать. Отлично. То есть, response у нас уже есть. Теперь давайте в следующий зен, то есть на следующем шаге наших промисов давайте поработаем, значит, с этим распознаем тело ответа сейчас мы и передадим его куда-то дальше. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы у респа, да, это же response наш. Мы вспоминаем еще раз. У нас есть mixin body. У нас есть текст. Его собственный метод распознавания как текста. Мы сюда пишем текст наш и вызываем. То есть, мы передадим это в следующий зен. Результат разбора. И теперь, внимание, второй зен у нас. Значит, что мы будем делать? И уже в этом зене мы выведем, по сути, нашу, ну, я назову разум. Вот так, потому что это, по сути, будет разметка, результат чтения. И мы выведем вот этот объектик, который мы получим по итогу, мы выведем в консоль. Все то же самое. То есть, я чуть-чуть прикопирую отсюда. Вот. И наш разум, разметку нашу, да, вот сюда. И мы нажмем enter. И что мы получим? И мы получим вот 724 килобайта. Мы можем скопировать это все строка. Вот тут так некрасиво мне это делать. Внимание, смотрите. Значит, ну, понятно, вернулся промис, потому что промисы возвращают промисы. К этому надо привыкнуть. Это асинхронная операция. Но дальше смотрим. Вот он наш, доктайп, лэнг. И, собственно, здесь все наши ноутбуки. Это уже, это уже есть, собственно, данные. Все скрипты мы уберем. Мы можем нажать show more. И посмотреть, собственно, здесь у нас будут какие-то ноутбуки. Это огромнейшая страница. Куча стилей тут всего применено. Но это, в общем-то, она и есть. И теперь, и теперь, и теперь. И теперь нам надо понять, собственно, а как это не в консоль, а как это получить данные. Мы же хотим получить. Нам же нужно куда-то их сохранить. Я сейчас все тут очищу, чтобы было, ну, попроще. И теперь смотрите, какая магия. Так как это асинхронная операция, у нас заранее должна быть подготовлена некая переменная, в которую мы положим нашу разметку, когда придет ответ, когда он распознается. И только тогда эта пустая переменная станет, наконец-то, полна этой разметки. Мы же данные хотим получить. И, собственно, мы объявляем такую перемену. Мы пишем разметка. Ставим равенство и делаем пустую строку. Все. Разметка у нас есть. Возвращаем прошлую команду. Помните, да? Смотрите, еще раз. Мы делали get запрос. Fetch вернул нам promise со своим респонсом. Мы в следующий zen фича передали этот респонс и распознали тело ответа. В следующий zen из первого, во второй zen из первого зена мы уже передали распознанную разметку. И тогда мы выводили в консоль. Но теперь нам, по сути, что остается сделать? Нам, по сути, переменная разметка, смотрите, внимание, переменная разметка, нужно присвоить значение, которое пришло, которое было передано в результат выполнения, то есть во второй zen, в качестве первого параметра, в эту функцию, который был передан в наша разметка. То есть нам нужно вот этой основной разметке присвоить ту, которую мы передавали, прочитав promise, прочитав объект респонс, точнее. Нажимаем enter. Понятно, он вернул promise и, собственно, если мы посмотрим, то он попытался вернуть сразу результат, то есть разметку нашу. И мы видим, что это доктайп. И теперь мы просто обращаемся к нашей разметке. И что мы видим? И мы видим рыжие символы 819 килобайт, да, немножко больше. А рыжие символы, это, по сути, обычная строка, потому что здесь есть вот slashn, это символы переноса строки. То есть разметка пришла не в виде одной строки, да, не сплошняковой, а с переносами. И это и есть наша страница, собственно, с нашими ноутбуками, которую мы и запрашивали. И сейчас мы можем ее немножко подраскрыть. Сейчас оно подзависнет. И мы попытаемся найти, а так оно или нет. Это можно скопировать, но уже наши данные лежат в нашей разметке, в нашей переменной. Если докрутить немножко этот функционал, то можно, по сути, написать обычный сканер страниц, который будет собирать разметки, доставать оттуда ссылки, составлять массив ссылок, хранить, потом пробегать по тем ссылкам, по новым, и так потихонечку составлять ссылочный профиль всего сайта. При помощи браузерного API, естественно, консоли и вот этого метода fetch. То есть, еще раз, да, проговорим. Fetch – это браузерная API, да, стандарт, который описан в стандартах интернета. Это можно так назвать, потому что не каждый пользователь может создать свой собственный браузер. Поэтому, как правило, это огромные команды. И именно по этой причине браузеров не так много. Одни люди сидят, создают браузеры, а другие придумывают для них стандарты. И те, кто создает браузеры, постоянно впихивают эти стандарты в свои браузеры. Вот и все. Поэтому браузеров не так много, поэтому есть такое понятие, как ядро браузера. А там хочешь оболочку и прикручивай себе. То есть, это сложный процесс. Почему сложный? Потому что он требует создания всех этих классов, внедрения всех этих настроек, проверить, чтобы все это было безопасно, чтобы оно все друг с другом работало и коннектилось. И чтобы обычные разработчики могли в своих приложениях использовать весь этот функционал, который они впендюрят сюда. Поэтому, если мы посмотрим, то Last Update был 23 июня. Сегодня вот 11 июля. Ну, через две недели будет еще один апдейт, еще что-то напишут, еще что-то допридумают. А те так и будут внедрять. И вот такая гонка вооружений, она будет постоянно увеличивать и улучшать какие-то подходы к работе. Ну, а так как мы говорим про браузер, то, собственно, фич у нас тесно связан с JavaScript. И так как JavaScript – это объекты, то у него есть, собственно, своя логика. То есть, собственно, вот этот промис – это уже объекты, которые описаны в стандарте ECMAScript. Стандарт, по которому работает наш JavaScript. И за промисами надо идти сюда, а за работой фича, то есть за браузерное API, нужно идти вот сюда, чтобы понимать, как оно работает. И скрестить дальше, езжая антилопу, и получить какой-то вот результат, какую-то разметку, какую-то свою логику. И уже как-то пылесосить данные так, как вам это нужно. Но это была все клиентская сторона. То есть, мы это делали на клиенте. И, внимание, мы… Тут важный момент, его стоит проговорить. То есть, мы… Стандарт фич, он имеет ограничения. Ограничения какие? То есть, мы не можем послать запрос куда-то в альтернативную реальность, куда-то на другой вообще сайт и получить оттуда разметку. То есть, наша вкладка, она получается такая, своего рода изолированная, другой вкладки. И они друг друга не видят. Это сделано специально, чтобы не перехватывать данные. Иначе можно было бы внедрить, например, на сайт Озон какой-то скрипт паразитный, который бы в браузере пользователя начал бы шагать по другим вкладкам и пылесосить его данные, пароли от других сайтов. Его… Ну, не обязательно пароли. Он мог бы куки-файлы брать и подставлять их куда нужно. И так злоумышленник мог бы авторизоваться везде. Поэтому вот этот фич, он просто так не прокатит. То есть, вы не сможете на какой-то другой домен, на другую зону обратиться, чтобы получить эти данные. Я специально привел такой пример, что мы находимся именно в зоне 3w.ozon.ru. И получить данные мы можем только отсюда. Потому что, если мы сейчас попробуем, ну, допустим, неважно, попробуем обратиться к какому-нибудь, вот какой-нибудь вот такой штуке послать запрос, то в результате мы получим ошибочку. То есть, нас не пропустит, собственно, политика корс, кросс-браузерных всех этих переходов. И данные будут заблокированы, потому что мы пытаемся получить выборку с api.ozon, а находимся сами на 3w.ozon.ru. Технически, хоть они и находятся в зоне azon.ru, но технически информация может быть разная. Владеть этими зонами могут разные люди, разные организации с разными интересами. Порой даже не общими, а конкурирующими. И именно по этой причине данные нельзя прочитать вот так вот в легкую. Но мы рассмотрели простой пример, когда мы находимся в одной зоне и получаем данные из одной зоны. Поэтому благодарю за просмотр. Надеюсь, все было понятно. Спасибо. Всего доброго.